Всем привет, с вами Игорь на канале Homemade и сегодня мы с вами будем делать лидар на ардуино. Поехали! Лидар, Light Detection and Ranging, обнаружение и определение дальности с помощью света. Это технология для определения расстояния до объекта при помощи оптических систем. И лидар представляет собой как минимум активный дальномер оптического диапазона. То есть это устройство, которое обнаруживает расстояние до различных объектов, которые находятся в зоне видимости. Например, какие-то твердые объекты. Принцип работы лидара довольно прост. Посылается импульс излучения, который отражается от поверхности объекта. Далее идет подсчет времени с момента отправки импульса и до того момента, когда этот импульс вернется обратно с отраженной поверхности. Исходя из потраченного времени идет расчет расстояния. Для того, чтобы получить данные обо всех окружающих объектах, нужно, чтобы излучатель вращался вокруг своей оси на 360 градусов. По этому же самому принципу сделан и этот лидар. Друзья, если вас коснулся кризис, вы испытываете нужду и ищете работу со стабильной зарплатой, то могу вам рассказать о свободной вакансии. Требуются сотрудники на предприятие по производству металлопластиковых окон. Работа в помещении в одну смену. Страна Польша. Город Борчево. Требования к соискателям. Возраст от 18 лет и старше. Опыт работы и знания языка не обязательны. Необходимо иметь документы, это биометрический паспорт и рабочая виза D05. Жилье находится рядом с местом работы и имеет всю необходимую бытовую технику для комфортного проживания. На момент записи видео зарплата составляет 13,5 злотых в час. Стоимость проживания 130 злотых в месяц. Оформление документов и прием на работу бесплатно. В описании под видео вы найдете всю необходимую контактную информацию. А если вам интересно узнать о моем опыте работы в Польше, то советую посмотреть вот это видео. Ссылка на него будет также в описании. Устройство имеет довольно простую конструкцию, которую легко повторить. Давайте рассмотрим схему. Сердцем всего является Ардуино. Можно использовать практически любую. Я использую Ардуино Микро. Для измерения расстояния я использую лазерный дальномер VL53L0X. Но в принципе можно использовать практически любой другой датчик. Для поворота всего механизма используется шаговый двигатель и также драйвер шагового двигателя. И драйвер, и шаговый двигатель можно использовать практически любые. Есть только один нюанс. Если мотору требуется питание более чем 5 вольт, то понадобится повышающий модуль. В моем случае мотор питается от 5 вольт, и поэтому повышающий драйвер я не использовал. Также понадобится датчик холла. Для его работы нужно установить небольшой неодимовый магнит. Этот магнит устанавливается на часть корпуса, который вращается. Одной из интересных и, я бы сказал, важных частей этого устройства является слеп ринг. Это специальное контактное кольцо, которое может вращаться бесконечно в любую сторону. И контакты не будут перекручиваться, провода не будут перекручиваться, что очень удобно. Части корпуса напечатаны на 3D принтере. А чтобы все держалось вместе, и для плавного вращения нужно использовать специальный большой подшипник, на который будет устанавливаться вращающийся датчик. Ну что ж, приступаем к сборке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Принцип работы лидара довольно прост. Датчик поворачивается на определенный угол и измеряет расстояние. Итак, вращаясь на 360 градусов, мы получаем расстояние до окружающих объектов. Допустим, мы здесь поставим какую-то преграду, и датчик, вращаясь, будет видеть эту преграду и будет передавать о ней данные. В скетче именно этот принцип и реализован. Делаем один шаг мотором, после чего измеряем расстояние до объекта, и полученные данные отправляем в сериал. После этого полученные данные можно как-либо обработать. В качестве примера запустим небольшую программу, написанную в процессинг. Первым делом здесь нужно внести некоторые настройки. Нужно указать скорость передачи данных, а также номер порта. Запускаем программу. Если выдаст ошибку, значит неправильно выбран компорт. Итак, программа запустилась, и показывает какое-то расстояние до объекта. Я сейчас убрал руки, и показывает больше расстояния. Попробую убрать коробку, чтобы на нее не было реакции. И сейчас LiDAR видит только объекты, которые находятся недалеко от датчика. Если я сейчас немножко приподниму коробку, то некоторые объекты он перестанет видеть, потому что они невысокие. И как вы видите, абсолютно изменилась картина измерения. Сейчас все немножко по-другому выглядит. Вот моя рука. Я поставил руку, и как вы видите, отлично видит мою руку. С помощью этого простого устройства, элементарного устройства, можно попробовать сделать какого-то робота, или какое-то другое устройство, для того, чтобы ориентироваться в пространстве. Для того, чтобы понять, какое же расстояние до ближайших объектов, и в какую сторону есть свободный путь. Очень прикольная конструкция, и если ее немножко изменить, полностью всю электронику можно поместить в вот эту кабину, что будет вообще здорово. В этой конструкции есть несколько минусов, с которыми я хотел бы с вами поделиться. Первая проблема связана с работой самого датчика. Этот датчик, к сожалению, он имеет очень широкий угол излучения. Соответственно, он не может точно определить размеры объекта, поэтому точность измерений не всегда является правильным. Другим минусом является маленькое разрешение. Из-за очень большого шага, в моем случае один шаг равен почти 4 градусам, получается, что точек на всех 360 градусов очень мало. Соответственно, мелкие объекты он может пропускать, а большие объекты могут иметь не совсем четкие грани. Еще одним важным недостатком данной конструкции является нагрев. После того, как мотор сделает один шаг и повернет всю конструкцию, идет измерение расстояния и передача данных. Это измерение и передача занимают около 20 миллисекунд, что довольно много. Все это время драйвер удерживает шаковый двигатель, и из-за этого происходит нагрев. Всегда при удержании двигателя происходит нагрев. Как с этим бороться, я пока что не знаю. Если у вас есть какие-то идеи и решение данной проблемы, проблемы избежания нагрева, то, пожалуйста, напишите об этом в комментарии. Это поможет как-то модифицировать данное устройство и избежать ситуации с перегревом драйвера и мотора. Оказывается, сделать дома простой лидар совсем не сложно. С этим лидаром надо сделать какой-нибудь интересный проект. Наверное, сделаем робота. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. А я вам желаю успехов, пусть ваши проекты будут классные и интересные. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!